Ну что ж, посмотрим. В общем интересная тема, ну тут речь идет как бы о кавалерии и о пехоте, ну что мы видим, здесь взята элитная пехота, ну такая более-менее, вот эти вот элитные мельчники, Скарлы. Генерал в качестве на 150, то есть все это такая жесть, неубиваемая практически, и никакой кавалерии, ну я привык там, когда широкий фронт идет, кавалерия в тыл заходит, все начинает уничтожаться. Здесь очень опытная группа, и вот произошло то, чего боялся, коробочка. Ну и соответственно еще у него четыре лучника, ну то есть чтобы эту коробочку там, лучниками разобрать на размен, то есть чтобы размениваться с лучниками противных. Вот эти лучники средненькие такие, но по пехоте здесь вообще жесть, то есть у меня тут какие-то копейщики, то есть вся тактика, то есть что выходишь и там с тыла заходит кавалерия начинает там убить. А здесь тут, чего я боялся, коробочка. Вот посмотрите, чем это все кончилось. Ну то есть у него что, четыре лукаря. У меня там стрелков нет, у меня два стрелка, тут шланг такие нишманские. А здесь у него, ну здесь у него такие войска, не очень, основные королевские тены, вся эта тема сзади Худскарла, вообще сзади как бы. Ну и все это прикрыто копейщиками, то есть... Хорошо, конечно, Кау из тыла бить, но он это все дело развернет, а там надо еще подойти, пробиться к этой линии, как бы. Ну, соответственно, начинаешь подходить, тут начинают лучники выстреливать. Первым делом нещенков. В принципе, я тут уже центр поля взял, можно стоять, но коробочка пустая, ну типа коробочка. Сам не еду. Вообще, да, если по правилам жать, если бы он наступал, что-то тут я мог бы допустим где-то кавалерией. Ну хотя, просто ставишь войска в коробочку, да идешь вперед. Если кавалерия подходит, там отстреливают. Ну вот, решил я пока бой идет поплудить на эту тему, то есть... Получается, что? У нас 13 пехоты, да, по правилам. Хорошо. Противник тупо берет 13 элитных пехоты. В принципе, и при 15 пехоте тоже можно так же взять элитную пехоту и встать в коробочку. И чтобы эту коробочку разобрать, надо, допустим, кучу лучников. И там... Перестрелять и он их лучников. Что касается кавы. Ну, кава это дело все не пробьется, а льется. Либо тогда брать тоже големый спам пехоты, но... Эта пехота должна быть нехилая, потому что у него элитка стоит тут. Тены, кутскалы... То есть... Это мне тоже надо где-то... Брать на средней казне каких-то там кутскалов, версеков или что-то такое, чтобы все это дело проламывать, да? Беллинных мечников помелось прям. Эх... Да... Ах... 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 Ну... Допустим, мы взял и там... Две-три... Я восстановил состав Ассоwers. Ну, куткалы есть, да, один отряд, но остальные там средние какие-то личники, копеечки... Сначала бы я пострелял бы, потом у него пехота такая мощь. Сзади бы он просто копейчиком, сбоку и сзади закрылся бы. И всё. В первом твои стрелки бы генералу бы его ничего не сделали, потому что его стрелки будут по твоим стрелкам стрелять. Здесь вообще какая-то патовая ситуация. То есть мы все хотим увидеть на поле боя кавалерию, стрелков, мечников, копеечников, баланс какой-то. А здесь товарищ очень умный сделал. Очень опытный игрок, да. Он просто, это не то чтобы насмерка, ну да. Он бы по этой тактике просто чемпадзаси бы просто выиграл и всё. Он бы просто брал бы, допустим, генералов, 100 писачек, элитную пехоту, Кускарлов, элитных мечников. И всё это попробуйте кавалерию вынести. Вот сейчас я в генерала вырезался, да. Кавалерию вырезался, да. Ну разведчики, да. Ну 20 человек я снялся, ну и сам разведчиков. Наши воины пали духом. Они больше не хотят сражаться. Убил я сколько? 20 мечников, да. Ну, потерял 45 конь. Вот попробовал я ударить во фланг, да. Ну чё, ну 5 там сколько? Вот натиск пошёл. Усадники нормальные там были хорошие садники. Но они тоже потеряли нехилые. Ну сколько там? Ну может 20 человек я... Всё это не то есть, что они не завязаны боем, да. Ну в принципе я мог конечно кавалеричками подойти и завязать с собой. Но тут опять же вот сразу начинают лучники. И опять же я ухожу. Наши воины бегут от врага. Какое бесчестье! То есть кавалерия не разменяется. Даже вот хорошая. Против мечников никак. Ну я не знаю. Может какая-то там супер рыцарь какие-нибудь там или генерал. По максимуму по максимальному размеру. Ай. Не знаю. Может какие-то дебафы там включать. Но есть там дебаф на минус 10 на блюжный бой противника. Ну не знаю. Ну не знаю. Наши воины бегут! Какой-то мне его не разобрать. Если владельцы не поешь, у меня такие мощные товарищи. Лучники эти... Ничего не... Никого не уберут. Я не знаю. Тут подойдешь и вон они лучники настреляют. Наши люди разбиты! Они бегут с поля боя! Стреляю, стреляю. Ну ничего. Хех. Сколько уже залпов он раздалил. Здесь он тоже грамотно встает. Он прикрывается вот камнем, чтобы допустим, вот во фланге он ударил. Грамотная коробочка. Хотя, по идее, он должен идти вперед. Центр поля боевый. Я что? Я стою. И вот он, да, берет коробочку, потихоньку идет. И что ты тут сделаешь, да? Ну кавалерик вот ударить пока он идет. Он просто тупо остановится и стрелками тебя так накидает сюда. Это раскром! Наши воины бегут! Вообще реально потратить ситуацию. Ничего не сделаешь. Вот Асера, дружище дорогой. Я к тебе еще раз обращаю. Я жду у тебя вот рецензии по поводу... Что бы ты сделал вот с этой коробочкой и при твоем, допустим, балансом составе, где там у тебя там 3к вы бегает там, 4 стрелка с дротиками. Ну ссылки бы у тебя там разменялись, допустим, с Ивонами. У него тоже 4. У тебя 4. Кава она бы не смогла бы ничего не сделать, как коробочка, да? А ломанулся бы ты вперед, тебя бы встретили какие-нибудь, пускал бы там. В общем, я не знаю, как бы ты смог это дело разобрать все. Интересно. Вот и есть все-таки люди, которые думающие. У меня тоже было мысль, что да, там у коробку взял и все. А он именно берет коробку, да еще и элитку и плюс генерал прокаченный. И все это 15 пехоты. Хорошо, было бы 15 пехоты, да? И что? Вот тоже бы взял бы элитку, взял бы коробку. Ну допустим, ну а я бы взял, я люблю полностью 20 стеков, чтобы было, ну 20 отрядов, да? Ну набрал бы я там где-то какой-то там кавалерий пару-три. Ну и что эта коробка меня бы, наверное, размотала бы, скорее всего. Не знаю, ну стрелков там побольше, лучше набрал. Не знаю, может быть. Но он тоже может, допустим, взять там пять сверков. И все это дело просто тупо разменяется. В общем, ситуация такая, что... Не знаю, можно сказать. Вот как с этим бороться? Если... Не, я понимаю, 13 пехоты, наверное, это прогрессивное право, да? Цель этого была, чтобы на поле боя было кавалерия и лучики, да? Ну, ограничьте, допустим, кавалерию хоть до 10. Но человек возьмет элитку, поставит коробку там, и куча стрелков эту коробку. Культура самая, ты убьешься, да, выгодила. То есть здесь просто вкладываются в качество ось и меньше отряда, да? И мы не увидим на поле боя какую-то там каву или каких-нибудь, наверное, дешманских там каких-то там... Хотя вот у него... У него копейщики отборные, да? Вот я чужанул кавалерию, потерял 20, сколько там человек убил, да? То есть да, здесь надо брать стрелков. Ну, допустим, взял бы я 4 стрелка. Ну, я просто тупо разменялся бы с ней, да? Ничего. Ничего. В общем... Так же брать... Получается так же брать элиту. И... Без кавалерии... Тогда денег на кавалерию не хватит ни черта. И так же брать там 13 пехоты. Так же коробкой идти... Коробкой на коробке... Получатся коробочные бои. Не, я понимаю, у нас ребята не любят на турнире. Особенно клана там... Наши воины больше не хотят сражаться. Как там? С широким фронтом, как мы все настроим? Ну, что, ну, постреляю я по генералу, да? Худскарлов. Ничего, это толком не убил. Для кого? Ах... Печальность. Вот он. И что тогда делать? Играться с казной, да? Если, допустим, поднять казну, тогда человек может понабрать элитки, да? Вот какие выходы? Вот что мне в голову лезут несуразные выходы. Что можно сделать, чтобы мы увидели на поле боя? И каву, там какую-нибудь среднюю, хорошую, и стрелковую, да? Что для этого нужно сделать? Может быть, поднять казну тогда? Сейчас поднять казну, допустим, там до 12 или до 15. Что мы тогда увидим, да? Тогда денег будет не дофига. Соответственно, будет элитка на поле боя. Соответственно, будет элитка на поле боя. Ой... Господи, я не знаю. Что же это такое? Пока что только такой я вижу выход, чтобы поднять казну, да? Тогда мы что-то там действительно увидим и каву, и... Ну, мы тогда не увидим дешманских копий, дешманских стрелков. Ой, как всё, как-то всё завязано, так что... Что ещё, какой выход? Прописать, чтобы... Обязательно брали не менее трёх кавалерий, что ли? Ну, тогда, да, он деньги потратит на эту кавалерию, и у него не будет элитки там. Будет такая средняя халамуда, как бы. Ну, я не знаю ни разу, не было ещё прав как Патуллара, чтобы заставить игроков там прописывать правила брать кавалерию. Я, как бы, да, я уже... Что, как бы... Отфестивалил своё, не знаю сколько ещё картину. В общем... Какие выходы? Это надо, может быть, у гусара спросить, вот он может знать, я не знаю. Асера, спроси там у знающих людей. Конечно, здесь нужны какие-то неординарные правила. Либо что-то сказное мутить, либо... 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 Ну, что здесь можно сделать, ну... Ограничить элитную пехоту, ну, то это тоже бредятинная какая-то девочки. Ну, что сделать, ну... Ну, заставить, допустим. Наши люди разбиты! Они бегут с поля боя! Брать три кавалерия обязательно, да? И там четыре ссылка, обязательно, обязательно, да? Ну, возьмёт он дешманскую галу. Самых дешманских стрелков опять же вложится по полному в пехоту. Так, ну и как. Каких-нибудь застрелчиков возьмёт за 150 и вложится в пехоту, да? Ну, опять невесёлая ситуация. О, господи, какой-то замкнутый круг получается. Так всё было хорошо и радостно. И тут раз вот... Наши люди бегут, поджав хвосты! Трусы! Холодной водой, теперь, на голову. В связи с тем, что... Ну, простейшая тактика, простейшая коробка элитная. Человек, который очень давно играет в тагу. И... Он... Он все эти наши потуги... Раскусил... Махом. Элементарно, ватсад, как говорится. Всё это... Ну что здесь, ну что здесь можно сделать? Чё? Ломиться на него? У него там пехота офигенная. Кавалерия... Остались у меня какие-то там... Наши воины бегут от врага! Какое бесчестье! Копеищи, которые разбегаются... Возлучников. В общем... Ну, здесь казалось, да, вот он идёт, раз, возьми, зацепи его, да? И потом ударь кавой в тыл. Ну, как только он начинает подходить, он идёт в коробочку. Вот, я попытался, да? Сейчас он это сразу же просёк и назад. Так, конечно, я бы разобрал его, но мне уже их не догнали. Всё, он сразу пошёл вперёд, он коробочку закрыл. И всё, и... Моя кава... Остаётся неудея. Это разгром! Наши воины бегут! В тыл зайти здесь, пробить этих копеечек. Это только размен кавы. У него копеечки отборные стоят. Не похожи. Так, здесь тоже, наоборот, да? Копеечки все отборные. Сплошные отборные. Видите? Королёвские тены, попробуй там их. Я попытался. Ну, тут я хорошо тюржанул, да? Чего-то... Смотри. Приличная тюржаная кава. Но... Кава-то не насанулась. И как прикажете с этим бит? Понятны. Ну, тут, вот, всё. Вот он, коробочкой дальше подойдёт. Центр займёт, и всё, до свидания. И все играем. Весь болит. Я не знаю, в чем буду делать. Увеличить казну тоже не вариант. На голову приходит только что, прописать, обязательно брать кавалерию. Но будет дешманская кавалерия. Дешманские застрелечки. Ой. Как это все печально. Ну, застрелечков обязательно брать, например, парочки. Не больше будут. Тогда лучники будут. Лучники будут дешманские. Все тогда уходит. Все уходит на пехоту. И, то есть, опытный игрок, он построит игру так. И заберет такую стратегию, что твоя кавалерия останется неуделой. И все. Вообще неудел никак. Ну, можно сказать, где там сунуться копьями, да, там что-то попытаться завязать бой, удариться с фланга кавалерия. Эти копья там секунды простоят. Ну, все это печально. Ой, все это печально. Черт. Ну, и стоял, стоял. Я думал, что делать. Ну, хоть стой, хоть по решению. Пошел в итоге вот так. Влагополучно слился, да. Потому что че тут какие-то курсы. Я понимаю, если был бы, как все играют, да, широкий фронт, там, с промежутками поставили, хоп-хоп, хава заскочила, в тылу ударила. Здесь все луха, да. Но. Люди очень очень неопытные, которые вот такую тему просто разберут фланг. То есть, еще раз повторюсь, если взять каву, каких-нибудь дорогих струков, то вся эта кава, струки разменяются, кава не сыграет. А если ты возьмешь послабже пехоту, а у него-то элитка, то пехота твоя, там, сломился, и ты не сможешь кавой ни в тылу ничего не ударить, потому что, потому что, потому что. Потому что в тылу, в коробочку ты не пробил. Как? Что с этим делать, как с этим ищет? Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, что делать. Это просто коробочка и все. Элементарная коробочка. Ну, может быть, что, допустим, каваерия в тылу, да. А помарали как-то. Вьет. Но здесь, не черта на помаране. Удали вам. Ну вот генерал подошел и минус 10 на логере на лобои. Ну а там все же. Люди сломлены и пытаются спастись бегством. Нахускал вообще без потех. И вот Мишников просто покоршили там план. Нормально вообще. Со спины Куткарова ударили. Ох. Куткарова, наверное, со спины на них. Так, типа такого. Ну и еще без потеха, типа, фига. Натиски как-то работают. Как-то случайно, как-то со спиной. Ох. Ох. Вот вот тут опять Парусал пытается. Он здесь подойдет со спиной, да? Посмотрим. Наши люди разбиты. Они бегут с поля боя. Да. Наши люди разбиты. Они бегут с поля боя. Так, Куткарова это здесь. Такое. Очень важное. Ну вот одно радует. По такой тактике без Куткарова как бы делать нечего. То есть надо будет стараться Куткарова. Может, скажите, Катапуту взять. Катапуту взять, он стреляет генерала, да? Хе. Потом мучениками набить. Ну, в принципе, он тоже может Катапуту взять, там поставить сюда. Не знаю. Не увидим мы, наверное. Наши воины бегут от врага. Какое бесчестие. Мы не увидим. Какие-то широкие фронтовки. Просто коробочка есть. И с этой коробочкой они что-то не делают. Ну, что-то пытаюсь где-то там сбоку зайти кавой. Ударил. Ну, черта. Кава – это не как бы с камнем. Несколько-то там убивает там. Ну, не черта. Сланга – бесполезно. Кава, наверное, только с… Ну, что ж бесполезно. Не так. Убивает кава. Отряд собрался с духом. А уверен, только с тыла. Да. С тыла, наверное, так и дальше. Согласен. Ну, чтобы с тыла зайти, ну, надо же коробочку ломать. Правда. Как-то я уже поехал. Ну, допустим, потеряет там два отряда. Он просто коробочкой едет. Все. Наши воины пали духом. Они больше не хотят сражаться. Не знаю, что с этим делать. Не знаю, что с этим делать. Наши люди разбиты. Они бегут с поля боя. Ну, соответственно. Они бегут с поля боя. Я долго-долго обдумал. Так сказать. Я люблю офисами. Хочу, чтобы правила были идеальные. Торнируется такое. Ну, что здесь можно сделать? Ограничить элитку, да? Да. Вообще, элитную пихоту ограничить. Отряд собрался с духом. Не, явно. Такого права, чтобы ограничить. Не знаю. Это все не реально. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. На кавалере не в этом пространстве. На этом где-то, в общем, можно было вот это. Тут ударил потай. И не замедляли. Нормандский выигр. Это неплохой. Но опять же, я пускал вот стоял. Попробую так размотали. Наши люди бегут, поджав хвосты. Трус! Это кавалерий неплохо тут, про чёрного, да? Ну здесь всё ничего же у меня остаётся. Пытаешься тут кавалерий тяженько, а кавалерий только в тыл работал. У него ещё куча войск стоит там. Ах, всё это печально. Ну то есть, коробочка с гигантским преимуществом. Не просто тут даже какой-то борьбы не было. Сражение складывается не в нашу пользу. Разбил тебя. Отряд собрался с духом. Как-то так. Наш полководец погиб. Статистики нету. Ну ладно, чё. Отряд собрался с духом. С кормили. С кормили. Субтитры сделал DimaTorzok